Его пейзажи сразу притягивают взгляд. Даже невольный зритель обращает внимание на световой контраст. На холсте будто играют между собой палитры красок и свет и тень. Со стен манят к себе реалистичные пейзажи, разговаривают портреты. Некоторые из них пробуждают радость, другие сопереживания. Вдыхая ароматы летней листвы и ощущая влагу озер, художник Александр Бегулов, чья персональная выставка открылась 29 января в Щелковской картинной галереи, приглашает всех зрителей в свой изображенный мир. Разглядывая картины художника Александра Беглова, не можешь не проникнуться в великолепную игру света тени. События, люди, чувства – все здесь, в обновленных залах галереи. Духовность, нравственность, культура являются основоплагающими, фундаментально незыбленной основой общества. То есть здесь получился продукт, равных которым, наверное, на Московскую область поконять. И решением тех, кто был у власти, была в свое время создана галерея, был создан музей. И что самое главное, что власть меняется. К власти могут приходить разные люди. А галерея не просто работает. Галерею мы сегодня видим в обновленном виде, с замечательной входной группой. Это на самом деле здорово. Щелковская художественная галерея приняла первых посетителей в 1995 году. В 2003 году она вывозила картины щелковских живописцев в Финляндию, а в нашем городе демонстрировала произведения финских коллег. Теперь, после реставрации, галерея снова открылась, используя в своем интерьере новые дизайнерские решения. Посетить ее может любой желающий. Абсолютно бесплатно. Я горд, что своей выставкой открываю новую обновленную галерею. Очень рад самым главному, что теперь жители нашего района, приезжие, смогут увидеть красивый интерьер. И на этом интерьере работы, я полагаю, будет смотреться интересно. Вот вы, как человек творческий, и ваши, так сказать, коллеги делают действительно замечательное дело. От обыденного иногда нас отрываете для того, чтобы взглянуть на жизнь немножко с другой стороны. Картины художника наполнены впечатлениями от увиденного настоящего или исторического прошлого. А восхититься этой красотой выпадает возможность и нам, зрителям. Быть может, это то средство, которое и помогает лучше понять нашу же жизнь, учит видеть красоту вокруг и искать ее везде. Марина Познякова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».